Ещё раз, как тебя зовут? Гарат. Гарат. Забудь о том, что тебе говорили в церкви священники и остальные. Скажи мне, Гарат, что ты думаешь об этой идее? Я знаю. Но когда ты был маленьким, тебе это говорили, верно? Да, нам говорили это. Но теперь, когда ты стал старше, когда ты изменил свою точку зрения, значит ли это, что ты был неправ? Итак, сколько сыновей есть у Бога? Да. Это хороший вопрос, не так ли? Да, да. Если бы Иисус Христос вернулся сегодня, небеса разверзлись, и Он спустился бы на землю. И Он бы увидел, что христиане делают здесь, поют и танцуют. И увидел бы, что делают братья здесь, простирая снис и поклоняясь единому истинному Богу. Как ты думаешь, с кем бы Он ассоциировал себя? Итак, позволь мне очень быстро спросить тебя. Давай посмотрим на стих. Итак, это в Библии Иоанна 17,3, хорошо? Хорошо. Хорошо. Это и есть жизнь вечная, чтобы они могли познать тебя, единственного истинного Бога. И затем отдельно говорится, и посланного тобой Иисуса Христа. Кто послал Иисуса Христа? Сто процентов. Единственный истинный Бог. Да, верно. Согласен ли ты, что есть только один истинный Бог? И этот единственный истинный Бог послал Иисуса. И это не Иисус, но именно Он послал Иисуса. Верно. Ладно, хорошо. Я вижу в Нём Сына Божьего. Хорошо. Ты веришь, что Иисус Бог или Сын Божий? Нет, я верю, что Иисус Сын Божий. Хорошо, я тебя понял. Когда ты говоришь «Сын Божий», ты имеешь в виду физический сын? У тебя есть дети? Да, у меня есть дочь. Да. Хорошо, у тебя дочь. Ты можешь увидеть девочку, и она может прийти к тебе и сказать... Или, например, священник. Ты можешь сказать ему «отец». Но мы не имеем в виду, что священник физически является твоим отцом. Это лишь выражение нежности. Верно. Как тебя зовут? Гаррет. Гаррет. У тебя есть биологический брат? Да, у меня есть брат. Смотри, я могу сказать «это доктор Восим». Да, он твой брат по вере. Верно. Он не биологический мой брат. Но мой брат по вере. Поэтому я говорю «это мой брат Восим». Но я не имею в виду, что он физически мой брат. Да. Это просто слова нежности. Точно. Хорошо. Ты веришь, что Иисус Сын Божий – это в смысле нежности, или ты имеешь в виду физический сын? Интересный вариант. Хорошо вопрос, верно? Интересный вариант. Будучи христианином, очевидно, с детства, вы знаете, мне говорили «забудь то, чем у тебя учили в церкви». Нет, я просто говорю, мне так говорили. Верно. Это то, на чём я вырос. Это то, во что я верил. Это убеждение всё ещё в моём мозгу. Так что я уважаю другие религии, но я… Конечно, этому тебя учили. Верно. Но подумай об этом, хорошо? Это в Бытие, в Библии. Это Библия – новая версия короля Якова. Так, в Бытие 6.2 говорится «Тогда сыны Божьи увидели дочери человеческих». Верно. Теперь, если ты подумаешь об этом, это христианская Библия. Это Ветхий Завет, в который также верят евреи. Итак, сколько сыновей есть у Бога? Да, это хороший вопрос, не так ли? Да, да. Позволь мне помочь тебе продолжить твой путь. Хорошо? Здесь, в Ветхом Завете, в Исходе. Это в Исходе 4.22. «Тогда скажи фараону, так говорит Господь, «Израиль сын мой, первенец мой». Итак, мой вопрос снова. Сколько сыновей есть у Бога? Верно. Во 2-й книге Царств 7.13. Бог говорит с Давидом. Говорит о его сыне Соломоне. «Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. Я буду его отцом, а он будет моим сыном». Мы еще не закончили. Это в Псалмах Давида. 2.7. Это во времена Давида до Иисуса. Давиду сказано рассказать народу. Я объявлю указ. Господь сказал мне, «Ты сын мой, сегодня я родил тебя». Хорошо? И еще один для заключения. Это в Новом Совете в Луке. В родословной Иисуса. Там говорится, что оно восходит к сыну Инаша, сыну Сифа, который был сыном Адама, который был сыном Божьим. Да, верно. Так, являйте ли Адам сыном Божьим? Или являйте ли Соломон сыном Божьим? Являйте ли Израиль сыном Божьим? Являйте ли Ефрем сыном Божьим? Являйте ли Давид сыном Божьим? Итак, позволь мне представить идею. Ещё раз, как тебя зовут? Гарат. Гарат. Забудь о том, что тебе говорили в церкви священники и остальные. Скажи мне, Гарат, что ты думаешь об этой идее? Мы не считаем их физическими сыновьями. Ваалейкум ассалям. Мы считаем это проявлением нежности. Ассаляму алейкум, братья. Как ваши дела? Поэтому мы считаем их пророками Божьими. Как в Ветхом Завете, где говорится, что сыновья Божьи видели дочери человеческих. Если ты посмотришь комментарии ранних раввинов, они сказали, что это означает благочестивых людей. Хорошо. Это термин нежности, а не физического отношения. Так что это пророки Божьи, которые принесли послания от Бога, которые были посланы Богом, как мы видели в Новом Завете. Понял тебя. Но они физические сыновья. Ты согласен? Я понимаю, что ты говоришь. Я вижу, к чему ты идешь. Но ты согласен? Ну давай же, это имеет смысл, не так ли? Это имеет смысл, но, как я уже сказал... Опять же, просто обдумай это на секунду. Конечно, это имеет смысл, но опять же, с детства, по сей день мне говорили, что... Слушай, как я уже сказал, если ты вырос, и с детства тебе говорили, что 2 плюс 2 равно 5, это не значит, что ты должен придерживаться этого. Нет, но... Хорошо. Да-да. Что для тебя сегодня имеет смысл? То, что для тебя имеет смысл, так это то, что это пророки Божьи, а не физические дети, верно? Да-да. Ты веришь в одного Бога? Хорошо. Я сформулирую это по-другому. Хорошо. То, что ты мне говоришь, имеет смысл, но потом... Хорошо. Но что насчет того, о чем мне говорили? Потому что очевидно, что мной всегда руководили. Значит ли это, что я отрицаю все, во что всегда верил? Как это работает? Позволю мне облегчить тебе задачу, хорошо? Когда я был младше... Да. Нас учили в школе... Да. Что люди произошли от неандертальцев. Хорошо, да. В течение многих лет нас учили именно этому. Да. Сегодня ученые говорят, нет, неандертальцы существовали одновременно вместе с нами, потому что они нашли тому доказательства. Хорошо? Итак, если я приму точку зрения, основанную на доказательствах, и изменю свою старую точку зрения, значит ли это, что я был неправ? Нет. Я просто не знал, верно? Хорошо, да. К примеру, когда ты был маленьким, тебе могли сказать, что Дед Мороз приходит к тебе через дымоход, верно? Мне это говорили. Да, да. В Америке мы называем его Санта-Клаусом. Он спускается через дымоход, кладет подарки, молоко, печенье, гоголь-моголь и ездит на санях с запряженными соленьями. Так что, я никогда не верил в это. Я знаю. Но когда ты был маленьким, тебе это говорили, верно? Да, нам говорили это. Но теперь, когда ты стал старше, когда ты изменил свою точку зрения, значит ли это, что ты был неправ? Нет, ты был молод, ты не знал. Итак, раньше в твоей жизни ты не знал. Ты просто следовал тому, чему тебя учили. Но сегодня Аллах привел тебя сюда. Наш брат, доктор Уосин, поговорил с тобой. Мы показали тебе доказательства. И это имеет смысл для тебя, что это пророки Бога. Поэтому, если ты изменишь эту точку зрения, дело не в том, что ты был неправ, а в том, что ты не знал. Верно, верно. А когда ты знаешь, ты знаешь. Но смотри, брат, главное здесь искренность. Ты сказал, что это имеет для тебя смысл. Если что-то имеет для тебя смысл, то что мешает тебе принять это? Спроси себя. Если бы ты сказал мне что-то, что имело бы смысл для меня, ты как христианин, я бы принял это ради тебя. Ассаляму алейкум. Очень приятно. Искренность – это следовать за истиной, где бы ты её ни нашёл. Следуй истине. Я имею в виду то, что для тебя имеет смысл. Сделай столько, сколько ты действительно можешь сделать, чтобы оправдать себя перед Богом. Бог дал тебе разум. Для тебя это имеет смысл. Ты веришь, что это истина. Либо ты решаешь следовать этому, либо ты решаешь отвергнуть это. Правильно, правильно, правильно. Ты будешь в лучшем положении по отношению к своему Создателю, ведь мы все неизбежно покинем этот мир. Ты будешь в лучшем положении, если ты скажешь, что я следовал тому, что имело смысл. И я верил в истину с разумом, который ты дал мне. Вместо того, чтобы говорить, я знал, что это было неправильно, но я следовал этому. Позволь мне объяснить это по-другому. Хорошо. Как я уже сказал, все эти разные религии, верно? Да. У всех нас есть разные убеждения. Как нам узнать, кто действительно прав? Как это нам узнать? Отличный вопрос. Прошу, брат. Нет-нет-нет. Давай ты, шейх. Смотри, в исламе мы верим, что есть только одна истина. Верно. И каждый пророк следовал этой единственной истине. Но люди отклонились от этого. Верно? Да. Например, Иисус, мир ему, поклонялся Создателю. Верно. Сегодня христиане поклоняются Иисусу. Но кому поклонялся Иисус? Богу. Богу. Моисей поклонялся Богу, Авраам поклонялся Богу. Сегодня, например, в христианстве нас учат вещам, которым не учил Иисус. Например, Рождество. Верно? Хорошо. Иисус был обрезан. Христиане сегодня не делают обрезания. Иисус не ел свинину. Христиане сегодня едят свинину, верно? Это означает, что эти люди отклонились. Но истина всегда была одна. Так что дело не в том, сколько религии. Есть только одна истина. Есть только один Создатель, который посылает пророка. И ты следуешь за пророком твоего времени. Имеет ли это смысл для тебя? Да, да. Тогда это истина, которой тебе нужно следовать. Ты знаешь, как стать мусульманином? Ты свидетельствуешь. Ты говоришь, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Творца. Ты согласен с этим? Да, да. И я свидетельствую, что Авраам, Иисус и Мухаммад, мирим, были их слугами и посланниками Бога. А не Богом. Они были посланниками, посланными Богом. Ты согласен с этим? Да, да. Тогда ты мусульманин. У тебя уже есть эта вера. У тебя убеждение мусульманина. Вот и всё. Тебе нужно просто сказать свидетельство. И ты официально станешь мусульманином. Потому что, слушай, позволь бы мне спросить тебя кое о чём. Это мусорный ящик, верно? Да. Ты, конечно, можешь говорить, что это не мусорный ящик. Но всё же это мусорный ящик, верно? Ты бы мог сказать, нет, это пятизвездочный отель, в котором можно поесть, верно? Верно, верно. Но это реальность. Если ты не принимаешь реальность, это только твоя проблема, верно? Ты знаешь, что реальность такова, что есть только один Бог, верно? Да, да. И ты знаешь, реальность такова, что Бог посылал пророков. Да. Этим пророкам не следует поклоняться. Им следует следовать в их добром руководстве. Но не поклоняться им, верно? Да, да. Это реальность, которую ты уже знаешь. Просто подтверди это. Брат, это имеет смысл? В этом есть смысл. Да, это имеет смысл. Как я уже сказал, я имею в виду, что я правдив в своих... Когда я встречаю своих братьев-мусульман, у нас всегда возникают подобные дискуссии. Сегодня ты будешь одним из наших братьев-мусульман, не волнуйся. Опять же, это то же самое. Как у вас есть своя вера, так и у меня есть своя. Какова твоя вера? Опять же, как я уже говорил тебе, меня вырастили как христианина. Забудь о том, как тебя вырастили. Сегодня. Сегодня ты веришь в единого Бога. Я верю, я верю, что есть только один Бог. Ты веришь, что Бог посылал пророков? Да. Ты веришь, как мы согласились, что Иисус не был физическим сыном Бога? А это лишь выражение нежности. Да. И ты веришь, что есть пророки, верно? Да. Тогда мы просто подтвердим это, и ты станешь мусульманином. Потому что это и есть мусульманин. Когда ты говоришь «Мои братья мусульмане», ты уже... Но опять же, я хочу сказать со всем уважением, но потом... Это опять... Это как идти против... Но это не так. Для меня это как... Все равно, что идти против того, кем я являюсь сегодня, во что я верил, как я рос, и кем я являюсь сегодня. Верно? Знаешь, есть утверждение, что когда ты принимаешь ислам, потому что, знаешь, каждый христианин говорит, что любит Иисуса Христа. Да-да. Как мусульмане, мы тоже любим Его. Да. Когда ты принимаешь ислам, ты не теряешь Иисуса, но ты узнаешь правду о Нем. И это то, чем мы поделились с собой сегодня. Правда об этом человеке, которого они называют божественным. В действительности, он был посланником Бога и пророком Бога, как он сам говорил об этом. Да-да. Все, что ты сделаешь, это будешь правильно проявлять эту любовь. Ты не потеряешь его. Мы не отвергаем Иисуса Христа, как я показал тебе вначале. Ты все еще сохраняешь эту любовь к Иисусу Христу. Фактически, ты увеличиваешь ее, потому что ты узнаешь, кем он был на самом деле, и в чем заключалось его послание. Если посмотреть на это, как сказал шейх, это и есть ислам. Если бы Иисус Христос вернулся сегодня, небеса разверзлись, и он спустился бы на землю. И он бы увидел, что христиане делают здесь, поют и танцуют. И увидел бы, что делают братья здесь, простирая снис и поклоняясь единому истинному Богу. Как ты думаешь, с кем бы он ассоциировал себя? Или с кем бы он стал идентифицировать себя более тесно? С теми, кто поклоняется единственному истинному Богу? Аллаху Акбар. Даже твое сердце знает правду. Ел ли Иисус свинину? Нет. В детстве тебя ведь кормили свининой. Мне лично или... Твоя семья. Я буду честен с тобой. Да, я ел. Теперь. Когда ты сегодня станешь мусульманином и перестанешь есть свинину, ты станешь ближе к Иисусу, а не отдалишься от Него. Верно? Верно. Ты будешь жить подобно Иисусу. Как Он жил, как Он молился, как Он постился, как Он призывал людей поклоняться единому истинному Богу? Ты не проигрываешь. Ты не сдаешься. Но ты выигрываешь. Хорошо. Имеет ли это смысл? Это имеет смысл. Это имеет смысл. Есть еще одна вещь, которую Иисус Христос сказал. Он сказал своим ученикам, что «Еще много имею сказать вам, но сейчас вы не сможете понять, когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на путь истинный». Он сказал своим ученикам, что Ему есть еще много сказать им. Но они не смогли бы понять это в то время. И Он пророчествовал о ком-то, кто придет после Него. Верно. Потому что, как ты думаешь, почему посланников посылали одного за другим? Как сказал шейх, «Всегда была только одна религия, одно послание и одна истина». Да-да, верно. Всякий раз, когда люди отклонялись, Творец посылал еще одного посланника, чтобы вернуть их на прямой путь. Когда христиане начали поклоняться Иисусу и поклоняться Его Матери Марии, мир им обоим, был послан пророк Мухаммад, али-саляту-салям, с последним посланием, «Не поклоняйтесь людям, а поклоняйтесь Создателю». Верно, верно. Если ты хочешь спасения в будущей жизни, каждый мусульманин, по нашему мнению, попадет в рай. И наше спасение происходит не через человеческую жертву, а через поклонение одному лишь Богу. Подобно людям прошлого, они поклонялись одному истинному Богу. Это было спасение всегда. Имеет ли это для тебя смысл? Послушай, очевидно, что все, что вы сказали, я полностью согласен. Я не буду... Отвергает ли твое сердце что-нибудь из этого? Нет-нет, я могу честно сказать «нет». Аль-хамду-ли-ля. Вот и все. Ты мусульманин. И последнее. Может ли состояться вера без действий? Нет. Слушай, позволь мне кое-что сказать тебе. Я не вырос в мусульманской семье. В том смысле, что моя семья была из Пагистана, но мы не молились, не постились. И я ходил в церковь. И когда мне было 18, я понял, что Ислам истина. Верно. И я принял его. Точно так же, как маленьким детям, когда они маленькие, ты можешь рассказать им о зубной фее. Но когда они подросут, ты скажешь им, что зубной феи не существует. Значит ли это, что ты им лгал? Это не значит, что ты им лгал. В этом возрасте. Они были еще маленькие. Точно. Итак, сегодня ты веришь, что есть только один Бог. Я всегда верил, что есть только один Бог. Отлично. Ну а сегодня ты узнал, что у Бога нет физических сыновей. Я узнал об этом из твоих слов, но раньше я не знал об этом. Но как ты это видишь сейчас? Ну, это заставило меня задуматься. Да, хорошо, хорошо. Это все, чего я хотел. Да. Помимо размышлений, понял ли ты это? Да, я понял это. И приняло ли твое сердце, что Иисус, мерь ему, не буквально Сын Божий, но Он человек Бога, посланник Бога? Как мы уже показали стихи об Адаме, Евреяме и многих других, о том, что они называются сыновьями Божьими. Ты знаешь метафорически, сыновья Божьи или дети Божьи — это те, которые делают дело Божье. Да. Бог не нуждается в продолжении рода. Он идеален во всех отношениях. Это то, как мы видим Его. Разве твое сердце не принимает этого? А если принимает, то почему твой язык не свидетельствует об этом? Красиво. Красиво, брат. Ребята, вы в моей голове. Если ты посмотришь, если ты посмотришь даже на Библию... Когда Иисус, например, когда Он говорит... Давай посмотрим. Он спрашивает своих товарищей, кто это. Можно мне брошюрку? Да, пожалуйста. Здесь кратко говорить об Исламе. Когда Его спросили... Что сказали Его спутники? И когда Он пришел в Иерусалим, весь город двинулся. Итак, в то время люди спросили... Что они ответили? Они ответили, что это Иисус, пророк из Назарета. Да. Его называют пророком. Да. Итак, если ты веришь, что Иисус — пророк, Мухаммед — пророк, Авраам — пророк, ты просто должен засвидетельствовать о том, во что ты веришь. Позволь мне привести тебе один простой последний пример, хорошо? Если ты скажешь мне... Эй, два плюс два — это четыре. Я скажу точно. И ты говоришь мне... Ты можешь засвидетельствовать об этом? И я такой... О, я не знаю насчет этого, братан. Ты ведь понял, что я имею в виду? Да, да. Давай сделаем это. Будь мусульманином сегодня. Почему нет? Просто чтобы ты знал, Гаррет, это краткое видение. Каковы верования мусульман? Мы верим в единого Бога. Да. Мы верим в его ангелов. Ты тоже в это веришь, как ты и ранее подтвердил. Мы верим в его писания, которые были неспосланы в прошлом, их оригиналы, прежде чем они были искажены. Мы верим в пророков Бога. Мы верим в судный день и божественное предопределение. Тот факт, что ты здесь, не случайен. Да. Тот факт, что шейх был здесь сегодня, это не была поездка призыва. Это не было в планах. Это была рабочая поездка. Мы приезжаем сюда только в субботу. Сегодня воскресенье. И ты встретился с нами сегодня. Это не случайно. Это божественное предопределение. Все это от Аллаха. Это наша вера. А затем идут действия. Потому что ислам – это практическая религия. Мы мусульмане. Но мы должны совершать поступки, чтобы показать это. Верно. Первое, что шейх обсуждал здесь с собой – это шахада. Это свидетельство языком той веры, которая есть в твоем сердце. Хорошо? И как только ты это скажешь, твои предыдущие грехи будут прощены. Ты станешь как новорожденный ребенок. И ты начнешь свою жизнь как мусульманин. Как тот, кто подчиняет свою волю Богу. Как мы говорили в начале. Затем молитва, благотворительность, паломничество. Если есть возможность. А также пост. У нас только что был месяц Рамадан. Да, да, да. На самом деле, это также учение Иисуса Мирьему. Он делал эти вещи, верно? Знаешь, он молился, он постился, он давал милостыню и все такое. Таков образ жизни, в котором мы живем, как мусульмане. Хорошо. И у тебя будет эта ежедневная связь. Любая молитвенная комната в мире. Куда бы ты ни пошел, знаешь, эти многоконфессиональные молитвенные комнаты. Кем они заняты? Мусульманами. Почему? Потому что ты обязан молиться пять раз в день. Знаешь, молитва постоянно напоминает цель твоего существования. Ты здесь не для того, чтобы делать то-то и то-то. Ты здесь для того, чтобы поклоняться Создателю. А все остальные вещи вторичны. Ислам даст тебе этот покой. Я ценю это, я ценю это. Ты определенно заставил меня как бы... Я лишь хотел передать тебе приглашение. Собственное приглашение. Что за приглашение? За свидетельствовать. Выразить эту веру в своем сердце, что нет никого достойного поклонения, кроме единого истинного Бога, которого мы называем Аллахом по-арабски, которого Иисус, мир ему, по-арамейски, называл Аллаха. Да, хорошо. И есть много других сокращений этого слова. И что пророк Мохаммед, алейх саляту вассалям, является последним посланником. Авраам, Моисей и Иисус – все они посланники Бога. Никто из них не божественен. Никто из них не Бог. Это посланники Бога. И его послание – это Коран. Последний завет. Неизмененный. В нем не было изменено ни одной буквы с тех пор, как он был ниспослан. Мы можем доказать это. Ты готов засвидетельствовать это? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Мы скажем это вместе, хорошо? Говори, я свидетельствую. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Кроме Аллаха. Я свидетельствую. Я свидетельствую, что пророк Мохаммед, что пророк Мухаммад — слуга и посланник Аллаха. Слуга и посланник Аллаха. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ты наш брат в исламе. Однонимы братья. Аллаху Акбар. Давай сделаем это на арабском языке, чтобы сохранить оригинал. Ашхаду. Ашхаду. Аль. Ла. Иллаха. Илла Аллах. Ва. Ашхаду. Ашхаду. Анна. Мухаммада. Абдуху. Ва. Расулу. Аллаху Акбар. Мы собираемся подарить тебе несколько подарков. Приветствую тебя. Сегодня ты вернулся к тому, для чего ты изначально родился. К истинной твердой вере в единого Творца и его истинных посланников. Это величайший день для тебя, брат. Аллаху Акбар. Джазак Аллаху Хайран.